Потолок протекает, коммунальщики не реагируют. С такой жалобой в общероссийский народный фронт обратилась жительница дома на Отрадной. Активисты на месте разбирались в проблеме. Слово Игорю Кранцеву. У меня четверо детей. Маленький ребенок. Мне приходится жить не здесь. Мне приходится жить в отдельном, в другом месте. Несмотря на имеющееся жилье в доме на Отрадной, многодетной матери Алене Панфиловой пришлось перебираться в съемную квартиру. Ведь в последние годы осенью и весной потолок на пятом этаже протекает. После многочисленных жалоб коммунальщикам решил обратиться за помощью в ОНФ. Есть фотография, на которой мы прислали, где кусочек этот сделан. Кусочек, да. А потом они замазали мастикой. Вот. А, работа выполнена. 8-1, 92-го года. Активисты ОНФ предлагают взглянуть на дом изнутри. Хозяйка подтверждает, при осадках на улице в комнате тоже пасмурно. Вот здесь в факте дождик был, я присылала. Вот прям капало. Вот это вот все обнабухло. Вот это уже желтые вот эти потеки. Когда у вас происходит протечка, вы что делаете? Какие ваши действия? Я не останавливаюсь, я так и бегаю, куда-нибудь сходить, чтобы то, что сделали. Им обращаюсь, им звоню, звоню до управляющей компании. В этом и проблема. У дома так называемая непосредственная форма управления. Как таковой управляющей компании и нет. Есть только подрядная организация, которая выполняет некоторые виды работ. И участок кровли над жильем Алены Панфиловой отремонтировали. Но фактически ремонта требует вся крыша. А для этого нужно решение большинства жильцов. ОНФ обещает помочь им в решении оргвопросов. Но главное, чтобы у самих обитателей дома было желание изменить ситуацию. В данной ситуации мы проработаем вопрос в части исполнения, скажем так, и выполнения избранной формы управления. То есть, потому что мы считаем, что в данном случае дом обслуживается ненадлежащим образом. По информации регионального штаба ОНФ, тревожный сигнал о состоянии дома номер 74 по Отрадной уже приняли представители городской администрации и жилищной инспекции. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.